ПЕРМСКИЙ КРАЙ Это Сергей Шуплецов, Александр Смышляев, Татьяна Иванова, Анастасия Смирнова. Можно бесконечно перечислять. Это все имена наших топовых российских спортсменов, которые здесь родились в Чусовом. И вот в этой географии спорта мы хотим ответить на вопрос, что же такого есть в этом Чусовом? В чем магия этого города? ПЕРМСКИЙ КРАЙ Чусовой – небольшой город в двух часах езды от Перми. Примерно полвека назад известный атаман Ермак со своим казачьим войском начал поход на Сибирь именно из Чусового. И по итогу многие сибирские города, например, Тюмень, вошли в состав России. Но современная история города построена вокруг Чусовского металлургического комбината – один из крупнейших заводов Урала. И если взглянуть на панораму Чусового, завод будет располагаться в самом центре. Отсылки к металлургам можно встретить вообще по всему городу. Например, яркий рисунок на здании бывшего кинотеатра «Луч». Но если присмотреться к другим зданиям в городе, станет понятно – изображать исторические и знаковые места Чусового – местная фишка. У этого арт-объекта есть даже свое название «Говорящие дома». И самое интересное, что это не просто рисунки, знаете, чтобы дома как-то повеселее выглядели. Это история города Чусовой. На них изображена в данном случае история Чусовской железной дороги, которую построили в конце 19 века, 1874-й. Это была первая железная дорога в стране, которую строили в горной местности. Там же изображен, например, тоннель. Это был первый тоннель на Урале. Поэтому в данном случае суперинформативные рисунки для туристов полезны. Можно подойти и изучить вот так вкратце историю Чусового. У нас началась реконструкция всех домов. И показать символику самого Чусового, чтобы все часовляне знали, чем славится город. Начали рисовать и лыжников, и горнолыжников, там спорт и все-все-все, что есть. Еще один «Говорящий дом» рассказывает о знаменитой спортивной школе «Огонек». Легендарное место Чусового, откуда и вышли все те призеры Олимпийских игр, о которых знает весь мир. От Альберта Демченко до Татьяны Ивановой. После триумфа на Олимпиаде в Пекине в 1922 году к ним присоединилась и Анастасия Смирнова. Еще одна воспитанница «Огонька». Почему здесь очень много лыжников, почему все выбиваются куда-то прямо на высокую ступеньку, потому что, наверное, это все бесплатно. Наверное, как-то выбиться дальше, посмотреть другие страны, посмотреть другие города. Когда у всех есть такое желание. А в Чусовом это особенно доступно, потому что занимайся хоть целыми днями, ночами там можно кататься. Все есть. В Чусовом живет 45, по-моему, тысяч. Это же прям совсем компактный город. Я точно знаю, что из Нового в Старый Город можно зайти за минут 40, потому что я ходила как-то. О, да? Анастасия Смирнова – очередной вундеркинд из Чусового. Она встала на лыжи в три года. В 14 уже выиграла медаль взрослого чемпионата России в Могуле. В 19 взяла бронзу Олимпиады. Но удивляет Настя не только в спорте, но и в обычной жизни. Например, к 19 годам она сдала на брава с первого раза. На заработанные призовые купила машину, а сейчас в 21 построила в Чусовом свой дом. Нет, прям сама не колотила. Я только поставляла, допустим, уже когда внутренняя отделка, я привезла обои, мне поклеили. Я там заказала плитку, плитка пришла, мне положили. Почему ты продолжаешь жить в Чусовом? Потому что у меня есть все возможности тренироваться. То есть так же абсолютно все бесплатно. Захотел в тренажерный зал – пожалуйста, езжай. Захотел попрыгать на водном трамплине – пожалуйста, приезжай. К тому же это все в быстродоступном месте. То есть мне как минимум везде 15 минут всего лишь доезжать. Так, ну что, рассказывай, где мы? Мы заехали на огонек. На самое, не знаю, лучшее место в Чусовом. Это спортзал? Да, там батуты, там тренажерный зал. Это какое-то такое уже домашнее место, в котором я привыкла находиться. Уже как себе домой приезжаешь. И где мы? Мы в батутном зале, в акроботическом зале, где есть дорожка, на которой делают гимнастику, и батуты, на которых отрабатывают прыжковые элементы. То есть все могулисты, они начинают отсюда? Угу. Самое, что первое, это учат сальто здесь, потом водный трамплин, потом подушка надувная, и потом только на склон. И так каждый прыжок. Давай, базу какую-нибудь покажи. Ну, прям база, что выполняют дети? Да. Какие-нибудь седы. О! Ого! Нифига себе! Это самая база. Кажется, вроде, ну просто на попу приземлился, и все. А это не так. Во! О! 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 Получилось! О! О! Так легко ты делаешь это все. Это идиционно. Исполнять сложные прыжки на склоне Анастасия Смирнова тоже начала очень рано. В 12 лет она уже делала прыжки через голову, или, как говорят в ногуле, переворачивалась. Изначально все, кто из часового, здесь говорят, что это технари. Технари, то есть это все технику, им большие баллы за технику получают. Такой стремительный прогресс привел Анастасию в сборную России уже в 14 лет. Когда ей исполнилось 18, она поехала на свой второй чемпионат мира в Казахстан. Там она неожиданно для себя дошла до финала, и в решающем заезде встретилась с другой российской могулисткой Викторией Лазаренко. К слову, это еще одна воспитанница спортивной школы «Огонек» из Чусового. И когда я поняла, что мы поедем с Ихой, для меня, в принципе, это было нормально, потому что мы всегда с ней соревнуемся на Кубках России. То есть я как-то это приравняла больше не к чемпионату мира, а к Кубку России, что своя девочка из своей команды, мы просто с ней проедем вместе парный. Тем более она тоже из Чусового. Она тоже из Чусового, и как-то вот так получилось. Победив в финале, Анастасия Смирнова стала первой российской чемпионкой мира в парном Мокуле. Через год она смогла выиграть еще и бронзу Олимпиады. А теперь, когда парный Могул официально стал частью программы Олимпийских игр, у России с такими одаренными могулистками появляется гораздо больше шансов на золотые медали. Как ты реагируешь на это? Как вообще в целом сообщество ваше? Все очень рады, что спортсмены, что тренеры, что у нас есть второй шанс для медали. То есть мы можем за одну Олимпиаду получить две медальки, а не одну. Мы в городе Чусовой. Это небольшой 45-тысячный город в Пермском крае. Город, который подарил миру одного олимпийского чемпиона и сразу шесть призеров. В общей сложности спортсмены из Чусового завоевали 10 олимпийских медалей различного достоинства. Большинство этих медалей взяли воспитанники спортивной школы «Огонек». Территория «Огонька» оказалась слишком большой, слишком масштабная. Вот эта вот база спортивная нам рассказали, что около 40 футбольных полей. Вся территория, чтобы нам добраться до верха, до точки «Б», нам необходимо воспользоваться спецтранспортом, потому что ногами своими это полдня будет. Поедем на вот таком ратраке. Давайте залезем. Хотите сказать, мы на нем сейчас в гору заедем легко? В любую причем. Вот посмотрите, здесь совсем отвесные горы у нас, и это не мешает нам тут профилировать грамотно и правильно. Первым делом мы заглянули на легендарную санную трассу, и ей уже целых 50 лет. Именно на ней начинали свой путь Альберт Демченко и Татьяна Иванова. Несмотря на свой почтенный возраст, эта трасса по-прежнему действующая. Да, национальная сборная тренируется в Сочи, но местные спортсмены работают именно здесь. Кстати, трассу и сейчас готовят ровно по тем же технологиям, что и полвека назад. В данной ситуации мы это все делаем вручную, по старинке. То есть замешивается снег с водой и лепится на вот это основание. Конечно, нужна минусовая температура. То есть вот это дерево, вы знаете, что это не долговечный материал, и поэтому его нам хватает на пару лет. Потом мы его снова меняем, и так бесконечно. То есть берем участок, убираем его, демонтируем и заново колотим. Поэтому, естественно, трасса здесь новая, конечно, необходима. И на 26-й год уже в краевом бюджете деньги стоят. Но главным местом всей спортивной школы «Огонек» считается вершина Арининой горы. Именно оттуда начинают свои спуски все спортсмены. И надо сказать, что Чусовому с этой горой действительно повезло. Ведь Пермский край – это, по сути, равнина. Не было бы горы, не было бы всех тех призеров Олимпийских игр. Да и сама гора имеет свою отчасти мистическую историю. Здесь жила внизу у ручья, жила знахарка Арина. И здесь никого больше не было. Здесь вот эта вот отшельница жила и собирала здесь травы. Ее и звали Арина. И в честь нее и назвали эту гору. Но никакой спортивной школы у подножия горы могло бы и не появиться, если бы в середине 50-х в Чусовой по распределению не отправили Леонардо Постникова, выпускника факультета физкультуры, по сути, молодого тренера по плаванию и легкой атлетике. Не будучи чиновником, не владея миллионами, Постников, благодаря своему энтузиазму, придумал и с нуля построил целую спортивную школу. Что такое Чусовой? Это старенький город, тогда еще нарождался только молодой город, но металлургический комбинат, который в этом ущелье, фактически не было ничего интересного, чем заниматься детям. А зимы длинные, снежные. Ну, я думаю, основная мотивация была то, что он хотел для наших чусских детей, в первую очередь, сделать какой-то уголок и сказочный, и спортивный. И вот мечта у него была все-таки улучшить как-то жизнь наших чусских детей. Леонард Дмитриевич учил в Чусовом построить горнолыжную трассу. Благо, как мы видим, ландшафт у нас позволяет. Вон гора-то самая, да? И вскоре у подножия Арииной горы Леонард Дмитриевич основал спортивную детско-юношескую школу «Огонек». В начале 80-х годов Леонард Дмитриевич на «Огоньке» основал фристайльный спорт. Вид спорта фристайл и горнолыжи – это буржуазный вид спорта. Да, и в те времена развивать особенно фристайл – это был также большой шаг. Его в стране не было и вообще не понимали, что это такое, как это можно реализовать. Потому что для этого нужно было очень много сделать. Не только ведь вот эти вот трассы, но это еще и инвентарь, которого нет в стране. И нужно каким-то образом завозить его при закрытых границах. Это тоже нужно было все реализовать. И когда здесь начиналась зарождаться у детей творческая жизнь, то он стал пользоваться популярностью и стал большим примером. Родители, зная, у кого есть дети, только на «Огонек». Только на «Огонек». Почему? Потому что здесь всегда интересно, здесь всегда весело, здесь тебя никто не бросит, чтобы ни один ребенок здесь не чувствовал себя брошенным. Ни один. Ну, может, в обстановке той же, может, в людях, которые здесь, я не знаю, может. Ну, здесь просто все друг друга знают, доброжелательные все. Здесь как бы все вот за нас. Центральное место подготовки сборной команды страны по «Могуну». Да, это уникальное место. Здесь мы куем основу для «Могула» и для парного «Могула». Получается, что ты практически вышел из дома, и вот у тебя сразу же гора. Таких мест мало. Не в этом даже дело. Дело, наверное, в том, что само место, оно закаляет. Здесь нет таких моментов того, что все есть и все хорошо. Всегда в чем-то, в чем-то преграда. Ее всегда приходится как-то решать. И ее решать приходится с самого детства. И всегда люди закаленные здесь. Все реки как текут? Либо с гор, либо вдоль хребтов. А Чусовая прогрызла себе путь сквозь горы. Все, вот поэтому мы такие Чусовляне. Мы себе путь прогрызаем. Но «Огонек» — это не только сам склон и несколько горнолыжных трасс. У подножия Арининой горы расположен еще и уникальный музейный комплекс. И, возможно, именно здесь скрывается одна из причин успеха всех чусовских спортсменов. Оказываясь, здесь вы попадаете в настоящую деревню конца 19 века. В мельчайших деталях здесь воссоздали не только дома снаружи, но и весь крестьянский быт внутри. Придумал и построил эту деревню тот же самый Леонард Постников. Еще при жизни он заложил сюда одну простую, но важную идею. Леонард Дмитриевич очень хотел, чтобы наши спортсмены за рубежом могли себя показать достойно. Он хотел, чтобы они хорошо знали свою историю. Историю своего родного края, свою культуру. И поэтому на левом берегу речки Архиповки, то есть где мы с вами сейчас стоим, он основал этот парк-музей под открытым небом. В этом музее можно увидеть, как выглядела, например, пожарная часть в крестьянской деревне конца 19 века. Они мочили усы и бороду. Усы заталкивали в нос, чтобы не угореть, чтобы не задохнуться от угарного газа. Бороду мочили для того, чтобы не обжечь лицо. В нашем цифровом веке уже трудно представить жизнь в крестьянской избе. Тогда спали на печи и готовили в ней еду. А еще делили дом на мужскую и женскую половины. Мужчинам было нельзя заходить на женскую сторону, а женщинам на мужскую. Даже сидели на разных скамейках. Удивляют сегодня даже самые обычные предметы быта того времени. Вот это что такое? Это святец настольный. Сюда вставляли лучины, в корыце наливали воду. Это было единственным освещением в доме. Вот это что такое? Это колотушка. Колотушка? Ходил сторож по деревне и колотил в такую колотушку. Это означало то, что в деревне все спокойно, пожаров нет. А это что такое? Это крошни. Что? Что? Ну, сказать современным языком, рюкзак. Вот сюда клали поклажу, вот этой веревкой поклажу фиксировали и надевали. Слушай, ну, похож на, да, прообраз такого рюкзака. Отец любил сплавляться по часовой, по нашей красавице речке, и видел по берегам заброшенные деревни. И ему было очень жалко, что деревни умирают, и все же растаскивался на дровах. Ему хотелось сохранить, что возможно. И чтобы дополнить крестьянский антураж, здесь музей также держит собственных животных. Все, спокойно, спокойно. Мы в городе Чусовой, Пермский край. Своё название город получил в честь реки Чусовой. Сам город, конечно, небольшой, но вместе с тем полон различных городских легенд. Например, этот подвесной мост чусовляне знают как мост-неразлучник. Легенда гласит, что молодоженам нужно прийти на этот мост, встать посередине, поклясться в верности. Ну и всё, и магия случится, они будут до конца. В общем, своих дней, жить друг с другом, кайф. Другая легенда обещает обнулить все ваши проблемы. Чтобы это случилось, нужно встать между зданием вокзала и ЖД путями. Глядя на здание вокзала, необходимо бросить монетку за спину и покрутиться один раз по часовой стрелке. Говорят, работает. Но есть и спортивная легенда. Говорят, куда бы вы ни пошли в Чусовом, каким спортом бы ни занимались, всюду вы встретите либо горнолыжника, либо могулиста, либо саночника. Ну, например, Анастасия Софиулина трудится в клубе художественной гимнастики. Она помогает главному тренеру обучать юных спортсменок. Но в прошлом она посвятила могулу целых 17 лет. Она вообще-то призёр первенства мира и входила в состав сборной России по могулу. Это же вообще никак не связано, но просто общего ничего, как мне кажется. Ну, это кажется, потому что могла вообще универсальная дисциплина. Там не только зависит от того, что ты научился кататься на лыжах и всё, и поехал. Нет, там очень много гимнастики, акробатики. И поэтому мне и гимнастика-то стало интересно. Ну, я решила углубиться в данный вид спорта, потому что он мне давно был интересен. Раньше у нас не было его. Ирина Безматерных сегодня работает тренером в секции по плаванию. Но почти всю свою жизнь она занималась горными лыжами в легендарной спортшколе «Огонёк» и смогла стать кандидатом в мастера спорта. Нас, спортсменов, развивали не только в горных лыжах. То есть нас учили уметь делать всё. То есть нас обязательно учили по программе, то есть нас обучали плаванию. Но я очень любила маленько смотреть плавание. Я смотрела просто все заплывали всегда. Ну, раньше по телевизору мало чего показывали. То есть Олимпиада идёт, показывают плавание. Я сижу прямо болею. Я их всех помнила на зубок. И такую неожиданную популярность в Чусовом обретают многие виды спорта. И всё лишь потому, что теперь у детей появился выбор. Раньше в Чусовом, по сути, был только горнолыжный спорт и тот самый «Огонёк». Место было суперпопулярным, и все стремились туда попасть. Но в последнее время в Чусовом стали открываться целые спортивные комплексы. И появились такие виды спорта, которых раньше никогда не было. Даже художественная гимнастика существует здесь всего лишь год. Но в спортивном клубе уже занимается 70 гимнасток. Девчонки к нам пришли с другого вида спорта. Совершенно другие. Пришли с осанкой, с другой. Теперь пришли с футбола, с баскетбола. Некоторые пришли. У меня девочка, которая была боксёром. Да, мы очень долго исправляли походку, осанку. Девчонки приезжают с медалями из других городов, из других районов. Если бы не секция плавания, которая появилась несколько лет назад, то Егор Бабкин, наверное, попробовал бы свои силы в горных лыжах или могуле. Но тренер по плаванию, увидев особенную походку Егора, сразу поняла. Да он же рождён быть брасистом. В детстве ходил всё время, ноги на растопашку были. Как? Ну, как косолапу, вот так вот. И поэтому ты брасом занимаешься? Да. Именно поэтому? Там же надо ноги разворачивать. И из-за того, что у меня ноги так стоят, ну, я и хожу так иногда, из-за этого мне легче их разворачивать и легче пыть, соответственно. Только в одном спорткомплексе Чусовской открылось сразу 14 новых секций. И не всем видам спорта здесь даже хватило места. Например, дзюдо. И хотя японское единоборство появилось в Чусовом одним из первых, детишкам приходится делить одно здание с боксёрами. И надо сказать, что чусовские дзюдоистки настолько суровые, что частенько побеждают на соревнованиях дзюдоистов-мальчиков. А то ли с девчонками только выходишь, или бывает и спрингов? Я с девочками была, а сейчас с мальчиками. Девочки все ушли. А, да? Да. И тебе приходится участвовать в схватках с пацанами? Да. Были в мае или в марте соревнования. Там были мальчики. Одного я повалила, не помню за сколько, а второго сразу же как вышли, кинула и победила всё. На япон кинула. Но по большому счёту, спорт в Чусовом – история энтузиастов и настоящих фанатов. Ведь сколько ни построй спортивных комплексов и ни открой секций, без людей, страстно увлечённых спортом, ничего не будет. Как когда-то Леонард Босников построил знаменитую спортшколу «Огонёк», так и сегодня многие чусовляне пытаются с нуля создавать свои спортивные секции. Ещё каких-то пять лет назад в Чусовом не было ни намёка на хоккейную школу. Этого спорта здесь не было вообще. Мы, конечно, мастеров не можем приготовить по этим условиям. Вот сегодня полдня снег валил. Мы сами обслуживаем, сами чистим, как говорится. В принципе, первое время, когда ребятки придут, они не знают даже, как лопату держать. У нас они этому всему учатся. Они лопатой чистят и скрипками, и лопатами. Школа жизни. Да, они вырастают как бы настоящими людьми, чтобы выросли, как говорится, люди хорошие, как говорится. Николай Орёл буквально в одиночку создал хоккейную секцию. Однажды он подал заявку на грант, его одобрили, и на эти деньги он закупил хоккейную форму для детей и другой инвентарь. В соседнем посёлке Лямин он вообще своими руками построил хоккейную коробку. Сегодня в его секцию ходят около 40 детишек. На две команды иногда набирается с трудом, поэтому на площадке одновременно играют дети разного возраста. В том числе и девочки. Младшего брата в секцию отдали. Вот потом я подтянулась всей семьёй потихонечку, потихонечку. Сейчас зимой выбираемся, это как хобби семейное уже. Возможно, благодаря энтузиазму Светланы Лимоновой, такой успешной получилась карьера волейболиста сборной России Игоря Кобзаря. Когда ему было 14, он провёл за Чусовскую команду несколько матчей в первенстве России. Ну и как бы раз денег на сборы у нас не выделялись, те, кто были иногородние, это игроки из Пермского края, из Екатеринбурга два человека, и Игорь Кобзарь, жили у меня дома. Мальчишки уже тогда были 190. У меня два комнаты, квартира небольшая. И все мы спали на полу. Мы тоже гордимся, что в нашей команде играл такой игрок. Ну вот такой он город Чусовой в Пермском крае. Казалось бы, ничем не примечательный. Всего лишь 45-тысячный город. И мы не могли вам не показать, ну, если хотите, вот это Чусовское сияние. Казалось бы, уникальное природное явление, но всё на самом деле просто. Три года назад в Чусовом построили огромную теплицу, где выращивают собственные помидоры-окурцы площадью 35 футбольных полей. Но какую магию она подарила всему городу. Но если хотите, теперь в Чусовом вот такая вот уникальная ламповая атмосфера.